Это программа «Неделя в городе». В Москве доступнее стали целые районы. Около 300 тысяч горожан получили метро рядом с домом. На этой неделе открыты 7 новых станций. Ещё одно важное событие происходит в эти дни в Капотне. Там полным ходом идёт модернизация московского нефтеперерабатывающего завода. О здоровом городе для жизни и отдыха мы говорили с Сергеем Собяниным. Сергей Семенович, в последние годы на московском НПЗ идёт масштабная реконструкция. Сейчас строится новая установка «Европлюс». Что это за проект и что он даст городу? Весь завод, основные установки были построены в 60-х годах прошлого века. Завод, который был раньше на окраине Москвы, теперь окружён современными районами. Огромный экологический дискомфорт. Я уже не говорю о том, что в Москву реку сбрасывались стоки, которые далеко не соответствуют современным требованиям. Подписали соглашение с московской НПЗ, с «Газпромнефтью», для того, чтобы последовательно реконструировать этот завод и сделать его одним из лучших производств с точки зрения экологии. Лучшим и в России, и лучшим в Европе. Я бываю на этом заводе по 2-3 раза в год и вижу, что действительно ситуация меняется. Здесь введены уникальные чистные сооружения по стокам воды. И сегодня завод работает практически по замкнутому циклу. Те небольшие объёмы, которые сбрасываются в реку, они чище, чем сама река. Причём сами фильтры созданы уникальными российскими инженерами. И последовательно одна установка за другой выводится из строя. На их месте создаются новые современные экологически чистые установки. С каждым годом сжимается количество вредных выбросов в атмосферу. Это чрезвычайно важно. Завод наладил выпуск экологических топлив Европять, который позволил первыми в России, на Москве, перейти на требования по продаже бензина Европять. Не ниже, а это тоже серьёзным образом повлияло на экологию, потому что 90% выбросов на самом деле – это не завод, а наши с вами автомобили. На этой неделе состоялось открытие семи станций метро, завершилось строительство Солнцевской линии. Каковы результаты первых дней работы? Никто не ожидал такого притока людей. Десятки тысяч буквально за несколько часов проехали на новых станциях. Объём пассажиров на одной этой ветке составляет половину от МЦК. Можете себе представить, что это за объёмами пассажиропотока, и самого объёма строительства, сложности строительства. Было видно, что ряд станций метро, например, Юго-Западная, Киевская, разгрузились на 5-7-8%. То есть происходит ещё и переток других перегруженных веток метро, которые идут параллельно, и на которых раньше осуществлялась пересадка жителей новопеределки на Солнцево. Так что эффект очень большой, и для жителей этих микрорайонов, и для города. В последние дни открыты несколько парков. Это и Ходынка, и Митина. Вообще, сколько за последние годы благоустроенных парков появилось в Москве? И можно ли говорить о том, что работа в этом направлении уже завершается? Я когда-то читал воспоминания одного из мэров Нью-Йорка. Он говорил, что за 8 лет я много чего хорошего сделал. Но вы знаете, я горжусь тем, что я за это время построил два парка. Мы реконструировали, построили заново 500. 500 парков. Только в этом году 80 парков реконструировано, или создано заново. 40 вообще заново создано. Причем в Москве начали появляться даже на периферии уникальные парки. Например, та же Ходынка. Уникальные парки. А чего стоит парк там? В Митина, к примеру. Или в Южном Бутово. В Южном Бутово парковая территория, расположенная в центре этого района, придала уникальный вид для района. Создала его новое лицо. И, конечно, такие проекты необходимо и дальше продолжать. Продолжать уже системно в рамках проекта «Мой район», чтобы в шаговой доступности у всех было. Или небольшой сквер, или парк, или бульвар, и так далее. Так что предстоит большая системная работа. Мы будем продолжать благоустройство города, несомненно. Спасибо большое. Спасибо.